Тем более, что у нас сегодня замечательный гость, гостья, заместитель директора Центральной городской библиотеки Марина Леонидовна Попова. И не просто так она пришла к нам, она приехала, можно сказать. Добрый вечер, да, действительно, я приехала. Я приехала с Калининграда, с конгресса библиотечной ассоциации, на котором собирались библиотекари со всей нашей страны. То есть это ежегодный конгресс? Ежегодный конгресс, в котором участвуют библиотеки самых разных типов, видов. То есть это республиканские библиотеки, сельские, школьные, научные. Много народу? Народу много было? 1200 человек активных, творческих, желающих продвинуться в своей профессии библиотекарей. И вот 4 дня такой плодотворной работы. И еще у нас состоялся профессиональный тур на 3 дня в Латвию. Ваше впечатление? Впечатление от Калининграда, я была первый раз в этом городе. Город удивительный, там цветут каштаны сейчас. И город не зря выбран столицей РБА, библиотечной столицей России этого года, потому что там очень сильные и очень интересно работающие библиотеки. А вот вы сказали, выбран столицей, то есть столица меняется? Да, и когда мы закрывали конгресс, была выбрана следующая столица. Столица библиотечная 2017 года, это Сибирь, Красноярск. Я думал, скажете, Нижний Тагил, Свердловская область. Но Екатеринбург был столицей. Ну, рассказывайте об этом конгрессе, что интересного вы там почерпнули, что может быть для своей работы? Самое интересное всегда не только на каких-то заседаниях, на обсуждениях, на круглых столах, но непосредственное общение с коллегами. Мне удалось пообщаться с коллегами Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Омска, Тольятти. И, конечно, какие-то интересные идеи мы привезли. А в чем-то, значит, мы посмотрели, правильно ли мы двигаемся. Знаете, что называется, сверить часы. Ну да, конечно. Вот, в чем-то мы понимали, что нам что-то надо догонять, в чем-то мы впереди делились. Есть в чем наши библиотеки впереди. Да, иногда в некоторых выступлениях были ссылки на работу Тагильской библиотеки. Это было, не скрою, очень приятно. Ну и мы что-то новое подчеркнули. Всегда есть чему поучиться у своих коллег. Вот об этом давайте поподробнее. Да, поподробнее. Что вы там подчеркнули? Ну, во-первых, библиотеки, особенно вот калининградские, очень интересно работают по литературному туризму. Это такое они занимают, целый литературный кластер в своем туристическом городе. Тоже можно у нас сделать. Тем более, что сейчас это очень модно, заниматься туризмом. А у нас вообще в городе это в тренде. Вот, поэтому мы начинаем. У нас несколько человек уже получили сертификаты экскурсоводов. Мы проучили уже. То есть мы поняли, что мы верной дорогой идем. Сейчас новая профессия будет библиотекарь, экскурсовод. Экскурсовод у нас проводит экскурсию уже по Малахитовой вот этой линии. Уже девочки наши проводят. Вы пришли к нам не с пустыми руками. Да, а это я привезла от коллег Самарская библиотека. Сейчас очень стали популярны. Многие библиотеки проводят фестивали настульных игр. Видимо, настолько народ уже устал сидеть у компьютера и играть в какие-то компьютерные игры, что сейчас у молодежи очень популярны становятся настульные игры. И библиотеки проводят фестивали настульных игр. Вот Самарская библиотека, они сами разработали эту игру. Называется она «Время читать». А в чем суть? Суть игры в том, что, как обычно, поле с фишками, но вместо каких-то карт, да, вот тут такие карточки русской литературы, русская литература 20 века, зарубежная литература и так далее. Значит, человек вытягивает, читает и узнает либо произведение, либо автора. Если у него какие-то затруднения, здесь есть QR-код. Очень технологично. Да, с помощью гаджета узнать правильный ответ. Все великолепно. Ну что, теперь у нас тоже будут такие настольные игры в нашей? Ну вот эту настольную игру мы обязательно будем использовать. Но по такому же принципу, как бы мы принцип поняли, что можно делать какие-то такие интересные вещи. Что еще вот у вас на столе? С чем вы-то приехали на конгресс? Мы приехали со своим публичным отчетом. Вот мы только-только его как бы сделали. И, конечно, этот публичный отчет у нас разошелся, как горячие пирожки. Потому что здесь мы в концентрированной форме дали те интересные мероприятия, те какие-то формы, направления работы, в которых мы работали в прошлый год. Вот. Поэтому для библиотек это было интересно. Я еще принесла с тобой в студию книгу Евгения Водолазкина «Авиатор». У нас была очень интересная встреча с этим автором. Автор известный. Ну, наверное, многие читали книгу «Его Лавр», потому что это премия «Большая книга» он получил за этот роман. И вот у нас была встреча. Эта книга абсолютно новая. В электронном варианте ее еще нет. Она только с завтрашнего дня будет продаваться в интернет-изданиях. А в печатном она уже, по-моему, с апреля месяца. То есть завтра появится в электронном виде. Да, в интернете. Еще где-то в Азоне ее можно будет уже купить. Ну, я думаю, так от 200 до 300 рублей. У нас эта книга у первых на экране. Она у первых, и она с автографом автора. Отлично. Что-то еще? Что-то на иностранном. Это на иностранном. Это латвийское издание. Мы, я повторяю, уже были в библиотеке Латвии. Замок Света. Прекрасная национальная библиотека. Они переехали два года назад. 12-этажное издание. Латыши очень гордятся своей библиотекой. И они проводят такую интересную акцию. По всей Латвии выбираются 700 библиотек. Выбираются 24 книги. В том числе латышских авторов. Развозятся во все эти библиотеки. И делается такое всенародное читательское жюри. Здорово. Юношеское и молодежное. Где они выбирают самые интересные книги. Это уже несколько лет у них идет. Ну, вот взрослые бедились, говорят, мы тоже хотим выбирать. И вот с прошлого года они ввели еще детское жюри. В детское жюри выбирается топ-10, потом топ-3. И выбирается самая читаемая книга Латвии. Библиотекам, чем здесь пользуются комплекты книг, остаются в библиотеках. А, кстати, библиотеки у них бесплатные или платные? Библиотеки бесплатные. И библиотеки достаточно оборудованы в плане доступной среды. Вот это мне очень я отметила. Потому что для нас это достаточно такой больной вопрос всегда был. Если мы говорим о том, что мы достаточно плотно и давно работаем со слабовидящими, с незрячими, у нас есть оборудование, у нас есть обученные люди, то люди вот с малой мобильностью, маломобильные читатели, ну, если взять нашу центральную библиотеку, вы знаете, это высокое крыльцо, двухэтажное здание, помещение, то вот эта категория, наша библиотека, следовательно, наши услуги были недоступны до недавнего времени. Так, вот мы подходим сейчас к очень интересному моменту. Итак. Я когда уезжала в Калининград, уже мы приблизительно знали, что мы выиграли грант на организацию доступной среды в нашей центральной библиотеке. Есть такой фонд, фонд поддержки развития филантропии, КАФ Россия называется. Мы послали туда заявку, достаточно дорогостоящую, 986 тысяч, то есть без нескольких тысяч миллион, именно на то, чтобы наша центральная библиотека стала доступна для маломобильных. Я когда вернулась из Калининграда, я вот радостную весть узнала, что договор заключен, и вчера деньги пришли на счет. Поэтому я думаю, что к дню города наша центральная городская библиотека, станет доступна для нам маломобильных читателей. Это очень здорово. И мы вас с этим поздравляем. И всех тагильчан тоже с этим поздравляем, потому что, ну действительно, это должно быть в нашем городе. У нас к вам не совсем, может быть, вопрос... Касательно библиотеки? Да, не о книгах. Вы как относитесь к спорту? Люблю смотреть. За кого болеете или за что болеете? Я очень люблю биатлон. Биатлон. Ну да, это один из самых популярных видов спорта. Не знаю, пойдет ли у нас дальше речь о биатлоне. А как вы относитесь к футболу, хоккею, к борьбе? К борьбе. Вся жизнь наша борьба, поэтому... Мы прощаемся с нашей гостьей.